Традиционно в сентябре антинаркотическая комиссия администрации городского округа проводит в учебных заведениях дни трезвости. Их цель – еще раз обратить внимание учащихся на опасность употребления наркотиков, алкоголя и табака. В Щелковский колледж на Малопролетарской улице поговорить со студентами о пагубности вредных привычек приехал заместитель главы администрации Виктор Семин. Если человек изначально принял для себя здоровый образ жизни, он так идет с ним по жизни. Поэтому я рад, что вы поддерживаете это движение за здоровый образ жизни. Ну и как на пусте держите всегда перед собой цель здоровья, здоровья, здоровья. Беседу со студентами провел настоятель Сергиевского храма села Трубино, священник Антоний Синько. На протяжении более получаса он рассказывал, какими способами пытаются заманить распространители пагубного зелья в свои сети будущих наркоманов и таким образом создают для себя новую клиентуру. Говорил он и о важности для любого человека сохранять трезвый образ жизни. Хорошо и нормально быть трезвым. Что это не запрет какой-то, не ограничение, а наоборот это хорошая возможность развития, развития самого человека, личности, интересов, профессионализма и развития семьи, такое укрепление семьи. И в общем-то трезвая жизнь это осмысленная, осознанная жизнь и счастливая жизнь. Студенты во время беседы активно выражали свое негативное отношение не только к наркотикам, но и к алкоголю и табаку. Ребята понимают, что очень непросто отказаться от вредных привычек, если они вошли в твою жизнь, тем более с юного возраста. Вызывает такую зависимость, от которой очень сложно отказаться. Насчет сигарет, да, это возможно отказаться, но тоже с большим трудом. Отношусь я к этому негативно. Разговор о трезвом образе жизни получился и душевным, и информативным. В завершение беседы студентам колледжа раздали специально подготовленные браслеты с антинаркотической символикой, стикеры и агитационные памятки. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.